добрый день дорогие друзья настоящая тема этого небольшого видео размышления это слово означает подлинная истинная верная несомненная и отношение настоящего это отношение к материальному а также к духовному и кроме настоящего конечно же есть ложная обманная поддельная и сегодня в средствах массовой информации в интернете на телевидении а также большая группа журналистов аналитика в кавычках они не говорят о настоящем о подлинном а говорят о обмане о подделках и все больше и больше подделок в жизни людей встречаем мы это и дружба это и взаимоотношения это и забота и и такое выражение как на самом деле и затем высказанное предложение возникло в обиходе в столице нашей страны и возникло но не случайно потому что многие люди говорят не на самом деле правду и это ложное но не просто вводит в заблуждение но и преследует определенные цели и цели эти неверные через обман ввести в человека в плохое как духовное так и физическое состояние а затем впоследствии через это даже погубить его и его близких и очень много подделок в нашей жизни подделывают деньги вещи отношения образование медицину политику экономику и в то же время встречаются такие понятия как настоящее качество допустим немецкое качество хотя она стала уже давно не тем которым оно было я вспоминаю времена когда немецкие автомобили выдерживали двигатели пробег в 1 миллион километров сегодня это уже редко являемое встреча явление и сегодняшние двигатели они с трудом выдерживают 300 тысяч пробег и более кроме того я вспоминаю как у меня в конце 70-х начало 80-х годах были кроссовки парусиновый adidas модель называлась нью-йорк так вот 10 лет я ходил в них постоянно почти круглый год вот такого качества хорошего они были и сегодня конечно же уже таких кроссовок нет и кроссовки сделаны сегодня не как раньше на три года а всего лишь на шесть месяцев прочности и хотел бы сказать о том что различие между настоящим и подделкой устанавливают не только люди а в большей степени эксперты профессионалы а в духовном мире это дух святой который дает людям возможность распознать настоящие отличить от подделки врачи диетологи вирусологи политики экономисты социологи много фальсификаций делают они проводятся в питании псевдонаучные исследования на самом деле они не проводятся а просто как бы фиксируется о пользе тех или иных продуктов которые в силу определенных научных изысканий или скажем так народных методов познания заставляют людей задуматься что вот эти продукты они приводят к болезням укорочению их здоровья и жизни и поэтому псевдо исследования проплаченные богатыми людьми этих отраслей они вводят в обман людей и затем снова на определенные условно пять лет людям внушает мысль о том что доказывается это полезно и понятие как настоящая еда это означает еда которая полезна которая природна которая жива которая приводит людей в состояние радости и хотел бы на эту тему чтобы люди посмотрели документальный фильм называется сыроедение против диабета это о настоящей еде настоящая жена встречается такое понятие конечно примеру потерял человек работу и в течение шести месяцев он оказывался безработным и жена ни разу не упрекнула его и наоборот пример другой не настоящая жена это один мексиканец который был женат на американке и когда он потерял вследствие выезда в мексику на похороны своих родителей работу то жена поставила ему в течение одного месяца ультиматум что если он не найдет такую же оплачиваемую работу то он оставит его и уедет своим родителям понятие настоящий муж скажем мужчина уезжает на заработки вынужденные на целый год и обходится там без своей жены и без детей и вот через год у него есть возможность либо продлить свою работу которая приносит финансы либо вернуться домой и этот настоящий муж принимает решение что деньги важны но семья и дети важнее этого и он возвращается к себе домой настоящий шеф начальник и опять же очень мало есть людей которые довольны своим начальством которые бы могли сказать что-то хорошее по отношению к своему начальнику но в то же время редко но есть такие начальствующие которые во время кризиса во время проверки их на руководящую должность не только выплачивают людям положенное им но и заботятся и своего кармана и своего бюджета выделяют средства для своих сотрудников настоящий друг есть конечно же дружба в виде общения которое приносит людям радость которая приносит людям скажем так определенные моральные или материальные выгоды но я говорю сейчас не о дружбе которые один лидер а второй ведомый а я говорю о равных взаимоотношениях между людьми и вот здесь важно понять что сегодня дружба подменена и настоящий дружбы крайне мало и дружба она очень серьезным образом проверяется и когда эта проверка наступает то естественно взаимоотношения оказываются далеко далеко не дружественными и в основном конечно же зависть является врагом любой дружбы и поэтому преиспевающий друг он становится в позицию человека о котором уже не думают не заботятся который становится лидером и своем лидерстве улучшение своей жизни отдаляется от своего прежнего скажем так друга и как выводы из размышлений о настоящем хотел бы сказать о том что жизнь она преподносит нам всем людям уроки эти уроки они проходим мы по отношению к природе животным к людям к самим себе к нашим начальствующим к нашим власть имущим и проверяются настоящие ли эти взаимоотношения правильные ли они и обмана очень много и в духовном мире через подделку через обман враг разрушает приводит к разочарованием людей и это все происходит просуждайте вы об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания а